Приветствую вас! Давайте попробуем разобрать ваш текст и найти ответ на ваш вопрос. Значит, смотрите. Дело не в причине, не в причине того, почему мужчина вас бросил. Дело в том, что для вас означает то, что он вас бросил. То есть, иными словами, вам не важна причина. Узнав чьих причину, вы либо будете пытаться все исправить, либо она вас не удовлетворит и вы будете продолжать действовать по принципу, по схеме. Значит, выяснять другую причину. То есть, вариантов здесь, на самом деле, как правило, два. То, что причина вас не удовлетворит, и то, что узнав причину, вы будете пытаться все исправить. Поэтому, история здесь именно такая, что смысла узнавать причину нет у мужчины. Даже если он скажет что-то, вас это не удовлетворит, скорее всего. Момент здесь немножко в другом. То, что конкретно именно для вас произошло, когда мужчина ушел из отношений. Что конкретно вы почувствовали в этот момент? Что конкретно вы испытали для себя в этот момент? Что появилось у вас в сознании? Какие мысли появились у вас в сознании? Что вы подумали и что почувствовали? Понимаете? Вот именно, именно в данном контексте нужно и двигаться. То есть, вам для чего-то нужно узнать причину расставания с молодым человеком. Это означает, что вам перестало чего-то хватать. Это означает, что вы в нем нуждались и продолжаете нуждаться до сих пор. Вот и необходимо выяснить, в чем вы нуждаетесь. Навязчивые мысли, они именно про это, они именно про потребности, они именно про, с одной стороны, ваши желания, а с другой стороны, про невозможность, про искусственное ограничение способов достижения того, чего вы хотите. Понимаете? Понимаете? Поэтому здесь история мне представляется именно такой. Обратите внимание на то, что вы не можете, значит, принять тот факт, что остались в неизвестности, как вы говорите. То есть, по сути, человек оставил вас в подвешенном состоянии, правильно? Вот. Вы в этом подвешенном состоянии застыли и выйти из него не можете. А сейчас, на данный момент, вы хотите определенности, вы хотите стабильности, вы хотите, наверное, надежности, но ответственность за это вы перекладываете на мужчину, на своего партнера, но не на себя. Тогда как только вы отвечаете за то, что является непосредственно вашей, так сказать, юрисдикцией. А непосредственно вашей юрисдикцией является не что иное, как собственная определенность и собственная безопасность. Вот. Поэтому здесь у меня к вам вопрос такого плана. Вот вы говорите, что, значит, я остался в неизвестности. Что вы можете сделать для того, чтобы в этой самой неизвестности не быть? Что вы можете для этого сделать? И, собственно, делаете ли вы что-то? Вот это, мне кажется, очень важный здесь момент. А что будет, что будет, если вы что-то сделаете для своей, опять же, определенности? Что будет, именно, именно, вот, вам, ведь вам не хочется, не хочется, например, признавать, что он, мужчина, ушел, что он просто ушел, что это, ну, просто был его выбор. Вот. Вот. Вам этого не хочется признавать. Какая разница, почему он ушел? Если он ушел, значит, на данный момент этот человек не ваш. Ну, вот это как-то за дело. Вас это вызвало какие-то негативные эмоции. Понимаете? Это вызвало наличие, наличие проблем, вероятно, наличие проблем в восприятии себя настолько, что вы решили, настолько, что у вас появились навязчивые мысли. Вот. То есть, обратить свой взор, обратить свой взор, вам нужно исключительно на себе, исключительно на саму себе. Вот. И тогда, я полагаю, проблема решится. Решится. То есть, когда вы не будете требовать от человека, да, чтобы он вот своим решением, да, на своей позиции внес определенность в вашу жизнь. А когда вы, грубо говоря, сами, сами, сами это будете делать. Сами будете отвечать за определенность в вашей жизни. Вот. Вполне возможно, что вы просто не чувствуете себя в безопасности. Вот. То есть, не чувствуете себя защищенность. Чтобы чувствовать себя защищенность, да, нужны личные границы. А личные границы – это определенные правила. А правила – это набор определенных решений в тех и в тех или иных ситуациях. Вот. Вот, например, ушел мужчина. Допустим. От вас. Ушел. Ну и, итак, ну, ушел, значит, он не мой человек. Все. А если это вызывает у вас какие-то чувства, если это вызывает у вас эмоции, значит, данная ситуация вскрыла, вскрыла проблемы, которые были у вас до этого. Возможно. Вот и все. И, возможно, эти проблемы и не относятся к молодому человеку вовсе. Понимаете? Вот. Но, тем не менее, тем не менее, вас это все же беспокоит. Вам нужно просто одно отделить от другого, на мой взгляд. И тогда вы сможете жить дальше. Тогда вы станете на верный путь. То есть, отделить свои собственные, да, переживания, которые не имеют ничего общего с молодым человеком, да, потому что они основаны на ваших желаниях. От своей ориентированности на, собственно, партнера. так, на просьбу объясниться тишина. Вот. Она не... Попробуйте вот тут, в этом моменте отследить, да? Для чего вы просто его объясните? Зачем? Ведь и так понятно, что он у человека решил. Не в целе, не в целе равно, какая у него причина. А может быть, он не хочет вам ее говорить? Потому что иногда, ну, иногда молчать лучше, чем говорить. Потому что, когда ты говоришь, всегда можно что-то, ну, что-то возразить, что-то как-то интерпретировать слова, да? Вот. Это выбор человека. Это его выбор. Выбор не говорить вам. А, получается, вы его выбор не приняли. Почему? Не приняли выбор. Потому что для вас это невозможно. А что делает невозможным для вас принять его выбор? Понимаете, да? Какой, какой момент? Вот. И подумайте об этом. И причины навязчивых мыслей ваших, что сразу станут вам понятны. Вот. То есть я думаю, что многое здесь зависит от ваших представлений, от того, как вы все это для себя сами понимаете. Многое зависит от того, как вы воспринимаете отношения. Многое зависит от того, как вы выстраиваете свои отношения с мужчинами, да? То есть как позиционируете себя. И многое зависит от ваших ценностей, установок и ориентиров. Да? То есть на то, например, от того, например, какие вы считаете отношения должны быть между мужчиной и женщиной. Вот. То есть это вот еще один такой очень важный момент. Вот все это я предлагаю вам проанализировать и вы увидите. Увидите просто свои желания. Да? Вы увидите просто свои потребности. И поймете, что дело не в мужчине, а в вас. Это неплохо, то, что дело в вас. Это нормально. Просто ваша проблема-то именно в том, что за себя ответственность вы перекладываете на другого, по сути. И от этого страдаете. И так бывает всегда, когда есть лишняя ответственность, перекладывается на другого. Значит, так. Эта мысль забирает много энергии и тормозит развитие личной жизни. Вот вы пишите, мне не дает покой открытый вопрос на причине или обстоятельства того, что я остался в неизвестности. Ну, тут нужно разбирать. Про неизвестность сказал, про причину тоже сказал. Тут нужно разбирать. Значит, стоит ли попробовать еще раз у нас причину от него лично без намерения вернуть? Только с указанной целью. А зачем? Что вам это даст? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.